Всем привет, с вами Евген. Сегодня у нас очередной урок подготовки к экзамену уровня B1, а именно к части Leesn, чтения. И сегодня мы с вами рассмотрим третье задание. На него дается 10 минут, и суть здесь заключается вот в чем. У нас есть определенные запросы. Их у нас здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь штук. И к этим запросам на следующей страничке есть, как видите, разные объявления. Объявлений здесь очень много. Раз, два, три. Ну, в общем, короче, ABCDEFKHIJ. Вот аж дает. Реально много. Много информации, и очень легко запутаться. Почему это зачеркнутое объявление? Потому что сразу можно так сделать. Видите, у нас пример 0, и то объявление, которое к первому примеру, к нулевому точнее относится, оно уже использоваться не будет, поэтому, чтобы на него не отвлекаться, мы можем его сразу для себя так вот зачеркнуть. Далее. Какие здесь правила в этом задании? Здесь нам четко прописано, что на один какой-то запрос из вот тех, которые у нас здесь представлены, не будет ответа. То есть не будет объявления, которое бы отвечало на один из этих нижеуказанных запросов. И объявлений самих по себе больше, чем запросов получается. И если у нас какому-то высказыванию ничего не подходит, то нужно ставить 0. Если подходит, то нужно ставить соответствующую букву от А дает. Итак, как я предлагаю выполнять это задание, когда оно у вас будет на экзамене? Самое главное — это понять, какого типа здесь нам нужны объявления и понять, чем они могут друг от друга отличаться. В чем здесь как бы тонкость при выполнении этого задания. Итак, сейчас поэтому давайте сначала очень внимательно и подробно и вот как раз будем пытаться вычленить вот эту самую суть, самую соль, чем отличаются эти запросы одни от другого, чтобы потом понять, как лучше подобрать объявление. Итак, читаем первое, тринадцатое. Jens hat ein altes haus geerbt und möchte es renovieren lassen. Некий Jens, ему достался старый дом, geerbt, это значит, он получил наследство, und er möchte es renovieren lassen, и он хочет здесь сделать ремонт. То есть это запрос на ремонт. То есть объявление должно быть к тринадцатому, что кто-то говорит, что типа вот я ремонтирую дома, что-то типа такого. Будем искать, посмотрим, найдем или нет. Следующее, четырнадцатое. Frau Scheidt ist das Familienhaus, in dem sie bisher geliebt hat zu groß, und sie möchte es vermieten. Дальше. Видите, у нас вообще здесь квартирная такая тематика. Очень хорошая на самом деле тема, и здорово мы здесь можем пройтись по разным важным словам, выражениям, которые реально вам очень-очень надо знать на уровне B1, без них никуда, в том числе и в устных темах, и в письменных. Короче, в любом случае, прекрасная, совершенно у нас здесь тема и нужные слова. Значит, госпожа, госпоже Scheidt, на самом деле здесь подлежащий das Familienhaus, ein Familienhaus, в общем, есть некий дом для одной семьи, das Familienhaus, в котором вот эта вот Frau Scheidt до сих пор жила, живёт, жила, скорее, да, здесь уже прошедшее время. И он ей, dieses Familienhaus ist ihr zu groß. Он для неё слишком большой, она, видимо, одна живёт, слишком большой для неё дом, и что она хочет сделать? Sie möchte es vermieten. И здесь очень чётко нужно понять, что vermieten – это именно сдавать. Mieten – это брать в аренду. Если мы хотим снять какое-то жильё, то тогда мы скажем Ich möchte, допустим, eine Wohnung mieten. А если я, наоборот, владею жильём и хочу его сдавать другим людям, то тогда Ich vermiete eine Wohnung, и здесь как раз у неё большой дом, ein Familienhaus, для одной семьи. И она хочет его vermieten, она хочет его сдавать. Будем искать какое-нибудь объявление, где какая-нибудь семья ищет дом. Соответственно, логично. Пока всё довольно просто, мне кажется. Поехали дальше. 15. Frau Wenzel ist architektin. Frau Wenzel – architektur. Ja? Architektur. Und sie möchte möglichst viel Arbeit von zu Hause aus erledigen. И она хочет, как можно больше работы выполнять из дома. Ihre dreizehme Wohnung ist dafür zu klein. И её трёхкомнатная квартира для этого слишком маленькая. Значит, давайте сформулируем запрос. Вот эта Frau Wenzel, она хочет приобрести, то есть купить или, может быть, снять. Мы не знаем, здесь не конкретизируется. Скорее всего, наверное, даже снять. Да, потому что если купить, это какое-то такое большое дело. Здесь бы, наверное, было написано, что она хочет именно купить. Так что мы будем предполагать, что она именно хочет снять. Она хочет снять какую-то квартиру, в которой будет больше трёх комнат. Четыре комнаты, пять комнат и так далее. Соответственно, здесь мы будем искать какое-то объявление, где нам сдают какую-то, допустим, четырёх- или пятикомнатную, шестикомнатную, не знаю, квартиру. Может быть, и дом сдают. Посмотрим. Окей. С этим мы разобрались. Значит, поехали дальше. Шестнадцать. Freunde aus Holland wollen sich eine kleine Wohnung in Stuttgart kaufen. И здесь легче нам, на самом деле, сориентироваться, потому что у нас здесь есть пометка «Где?» В Штутгарте. Нигде. В другом месте. То есть, если мы будем какое-то название другого города видеть, то всё. Значит, не подходит вот к этому шестнадцатому номеру это объявление. Значит, Штутгарт. И что это такое? Freunde aus Holland. Какие-то друзья из Голландии, и они ищут себе eine kleine Wohnung. То есть, смотрите, вот здесь вот люди хотят снять жильё. И вот эта фрау Венцель хочет, ну, либо купить, либо снять жильё. Но фрау Венцель хочет снять большое жильё, и ей, по сути, без разницы где. Здесь, по крайней мере, место не конкретизируется. А вот эти вот друзья из Голландии, они хотят маленькое жильё снять, и обязательно в Штутгарте. Вот. Собственно говоря, те различия, по которым мы должны грамотно подобрать эти объявления. Далее. Семнадцать. Здесь, наверное, немножко опечатка. Сара студентка, и она ищет квартиру в Мюнхене. Точнее, не квартиру, а инцима, комнату. Ну, студентка, понятно. Ей просто комната нужна в общежитии или вместе с кем-то комнатку снимать. Не квартиру. То есть, здесь очень важно. Она не ищет квартиру. Квартиру мы не рассматриваем, дома не рассматриваем. Она хочет снимать просто комнатушку, какую-нибудь в общежитии или с кем-то вместе. И конкретизируется место. Мюнхен. Мюнхен. Вот так вот. Тоже надо будет на это обратить внимание. И у нас здесь буквально два осталось небольших... На самом деле, какие-то ключевые абсолютные элементы. Я бы, наверное, даже советовал подчёркивать. Смотрите, вот это студентин, именно цима, не вонунг, и Мюнхен. Вот здесь вот у нас фронты aus Holland, они kleine вонунг ищут in Stuttgart. А, и они хотят купить. Вот ещё, что очень важно. Здесь конкретизируется, что они именно покупают квартиру. Здесь не конкретизируется. Вот здесь вот мы напишем, что она хочет плюс drei цима вонунг. То есть, более трёх комнат она хочет. Без разницы, где. Здесь, в принципе, больше совершенно нам никакой информации не нужно. Дальше. Frau scheint. Она vermieten ein Familienhaus. Больше здесь нам тоже ничего не нужно. А здесь вот ein altes Haus renovieren. Вот так вот, видите, мы вычленили самые ключевые элементы, на что мы будем обращать внимание, когда будем подбирать объявления. И нам осталось буквально ещё два пунктика. Фамилия Walter geht ab Juni für drei Monate ins Ausland. Семья Walter уезжает с июля на три месяца в заграницу. Und möchte in dieser Zeit die Wohnung vermieten. И они на это время свою квартиру хотят снять, сдать, сдать, сдать кому-то, сдать в аренду. Отлично. Значит, die Wohnung vermieten. Ну и всё. Больше нам здесь на самом деле... Ну и что это? Вонуг, она, скорее всего, не маленькая. Да, фамилия. Eine фамилия möchte eine Wohnung vermieten. Скорее всего, несколько там комнат, три, наверное, там плюс. Ну, мы не знаем точно. Здесь, в принципе, это не указано. Но самое главное, что вот они сдают квартиру. Значит, там кто-то должен в объявлении найтись, кто квартиру снимает. И последнее. Herr Rollberg hat im Lotto gewonnen. Некий Rollberg выиграл в Lotto. Значит, он хочет, у него много денег. Он выиграл в Lotto. Он хочет себе купить хорошую квартиру в Мюнхене. Именно kaufen, опять же. Кaufen, купить. Смотрите, мы здесь выделили кружочком. Те объявления, где люди хотят что-то купить. Это 16 и 19. Те, там, где люди хотят что-то именно сдать кому-то другому. Давайте вот так вот галочкой пометим. Это у нас 14. И где еще хотят сдать? Вот здесь вот, 18. А остальные, давайте пометим каким-нибудь квадратиком. Хотят люди снять квартиру. Вот здесь вот снять. Вот здесь вот на самом деле непонятно. Не будем ничего помечать. Здесь реновирован сделать ремонт. Тоже снять не подходит. Ага, вот какое дело. У нас на самом деле только один человек хочет именно снять здесь. Очевидно, что снять здесь непонятно. То ли снять, то ли купить. Окей, смотрите. Вот мы провели такой очень подробный анализ, который, конечно, у нас занял сейчас довольно много времени. Ну, потому что я все так объясняю. Когда вы будете это делать сами, я надеюсь, что у вас это получится гораздо быстрее. Но теперь я надеюсь, что нам будет гораздо легче подобрать объявление. Итак, идем на следующую страничку с объявлениями и смотрим. Окей. А. Вонбюро фюнфцима ин штутгарт ин руэлаге zu фермиттен. Значит, кто-то сдает вонбюро. Такое вот с одной стороны вонунг, а с другой стороны бюро. И там целых фюнфцима. И это в штутгарте. Окей. Помним, у нас кто-то хотел. Давайте конкретизируем, кто. Значит, вот эта женщина, фрау Венцель, больше трех комнат иметь. И здесь неважно, в каком месте, в штутгарте, не в штутгарте, ничего у нас не дается по этому поводу. Но такое ощущение, что к этому подходит. И здесь потом мы будем делать методом исключения. То есть сначала пишем просто вот, что у нас первое в голову приходит, то мы и пишем. Потом уже будем исправлять. Итак, здесь я бы тогда сразу написал А. А там, чтобы не путаться, написал бы 15. Вот, пишем 15. Окей. Супер. Б. Мы не читаем, на него время не тратим, потому что это точно нам никуда не подходит. Мы буквально через минуту продолжим. А сейчас я хочу вам рассказать о своем курсе по подготовке к устной части экзамена B1, а именно к презентации. Мой опыт показывает, что именно с этим заданием учеников возникают самые большие трудности. Почему? Да потому что, как мне кажется, адекватных материалов для подготовки к этой части экзамена особо нету нигде. Именно поэтому я решил создать курс, который вот точечно решает эту проблему. Курс состоит из 30 готовых устных ответов по тем тем, которые вам реально могут попасться на экзамене. Во время подготовки курса я проанализировал порядка 70 тем, которые у меня были, отсортировал их по категориям, выделил 30 топиков, которые покрывают все самые главные и важные тематические лексические блоки. Так что, даже если вам попадется не одна из тем, которые у меня будут на курсе, она не будет радикально иной. И вы все равно сможете достаточно быстро сгенерировать ответ с помощью той лексики-грамматики, которую вы усвоили во время прохождения курса. И самое главное, на моих 30 темах вы до блеска отточите структуру ответа. Так что вам уже не нужно будет думать о вот этой, скорее такой, технической части. Что говорить в начале, в середине и в конце. Что касается наполнения курса, это 30 текстов. К каждому тексту есть словарь, начитка в хорошем качестве и подробный видеоурок, где я объясняю всю самую важную лексику и грамматику. Видеоуроки эти в среднем по 15-20 минут по времени. Ссылка на курс будет в описании к видео, так что, если заинтересовались, то переходите по ней. Приятной вам подготовки и успехов на экзамене. Ну а мы возвращаемся к нашему заданию. Поехали, цичто. Мюнчен. Фюнф, цима, масса, не знаю, массонетте какой-нибудь, не знаю, как это читается, честно говоря. Ампарк, абсолютно ручь, 160 квадратметр. И здесь именно кауф прайс. Люди именно продают. Это всё довольно дорого стоит, 400 тысяч евро, ого-го. Фон приват, ан приват, то есть они только в приватные руки продают, ну то есть человеку какому-то. Окей, смотрите, в Мюнхене какой-то мощный, около парка, в тихом месте, большой какой-то пятикомнатный особняк. И именно на продажу. Вам не кажется, что это на самом деле тоже к пятнадцатому в какой-то степени подходит? Поэтому, потому что здесь по крайней мере пять комнат, а там больше ничего не конкретизируется. Непонятно, хочет она снять или хочет она купить. Непонятно. Поэтому давайте, чтобы все варианты отметить, здесь тоже напишем пятнадцатый, но напишем под вопросом. Соответственно, и здесь он тогда пока под вопросом. И сюда мы напишем вот в эту сторону С и вопросик тоже поставим. Либо А, либо С. Пока не очень понятно. Но подумаем, ещё нам это куда-нибудь подходит? Кто у нас именно что-то хочет купить, конкретно купить? Смотрите, купить у нас хотят, мы с вами пометили кружочком, два объявления. Шестнадцатый запрос такой и девятнадцатый. Но вот эти друзья из Голландии, они хотят купить маленькое что-то. Соответственно, это сюда не подходит. А вот этот человек выиграл в лото. И он хочет купить себе что-то большое и мощное. И хочет купить именно в Мюнхене. Ага, в Мюнхене. Давайте посмотрим. Это у нас С в Мюнхене? Мюнхен написано. Окей. Слушайте, видите, у нас вот это вот С гораздо больше. Подходит, скорее всего, именно к девятнадцатому. Здесь очень много всего совпадает. Поэтому давайте вот это вот С сюда напишем. Вот так вот. Оп. С. И туда напишем номер девятнадцать. И этот номер девятнадцать я предлагаю нам как бы подчеркнуть, что он нам всё-таки, наверное, побольше подходит, чем пятнадцать. Окей. Давайте так и сделаем. Значит, девятнадцать. Девятнадцать мы обведём кружочком. Вот. Да. Больше ничего пока делать не будем. Переходим к следующему объявлению и читаем. Приват феркалф. Окей. Опять феркалф. Опять у нас кто-то именно продаёт квартиру. И посмотрим. Или комната, там что-нибудь такое, да. Продаёт. И помните, что у нас здесь важно? По поводу продажи. У нас ещё один человек именно покупает. И это у нас номер какой? Шестнадцать. И что здесь нам нужно? Чтобы это было Klein-Wohnung. То есть, если это у нас именно дом какой-нибудь, всё, уже не подойдёт. Это должно быть Klein-Wohnung и Штутгарт. Окей. У нас здесь тоже есть место. Штутгарт. Итак, смотрим, что у нас в D. Во-первых, смотрим, есть ли у нас что-то по поводу места, где это находится. Штутгарт. Ага. Вот оно что. Интересно. У нас уже кое-что совпало. Штутгарт. И что ещё? То есть, это действительно ВОНУГ. И это Штутгарт. И она... То есть, не три, не четыре комнаты, не пять комнат. Звай, айнхальб зима ВОНУГ. Это значит, две с половиной комнаты. Что такое две с половиной комнаты? Наверное, это типа две комнаты и совместная кухня плюс гостиная. Что-то типа такого. В общем, короче, относительно небольшая, видимо, по их меркам, квартира. И это, в принципе, очень даже неплохо подходит к номеру нашему 16. Поэтому давайте сюда 16 напишем. А там, где 16, напишем, конечно же, то где у нас здесь? Дэ. Угу. Окей. Напишем Дэ. Вот так вот. Поехали дальше. Читаем следующее объявление. Е. Ага. Вот эти люди, какая-то семья из Гамбурга, они ищут дом или квартиру, где-нибудь там, неважно где, с такого-то по такое-то время. То есть, помните, у нас была вот эта вот женщина, которая сдаёт фермитн, сдаёт жильё. Но здесь не написано, что она сдаёт на какое-то короткое время. Может быть, её не устроят эти квартиранты, потому что она, видимо, ей, в принципе, дом слишком большой. Она хочет сдать на долгосрок. Поэтому я бы, на самом деле, даже не вписывал это сюда. Вряд ли это подходит. Но есть ли у нас кто-то ещё, кто именно сдаёт? Кому нужны квартиранты? Вот. Значит, она будет сдавать комнату свою об июне, точнее, эта семья будет сдавать комнату об июне für drei Monate. Значит, июнь, июль, август. На всё лето. Июнь, июль, август. Посмотрим, на какие даты хотят вот эти вот люди. Что это у нас такое? Июнь, июль, август. Ага. Окей, всё. Значит, они как раз на лето и хотят снять какую-нибудь квартиру. Поэтому, в принципе, это Е у нас даже очень подходит. Пишем сюда 18 и идём читать дальше. Да, наверное, это самая стрёмная восьмёрка, которую вы видели в своей жизни. Окей, F. Арст mit Frau und fünfjährige Tochter sucht große vier fünfzimmerwohnung oder Haus möglichst mit Garten. Врач с женой и пятилетней дочерью ищет большую четырёх- или пятикомнатную квартиру или дом, по возможности с садом. Здесь не конкретизируются. Они хотят купить или снять. Посмотрим, к чему это может подойти. Что у нас там ещё осталось незадействованным? В 18 мы, скорее всего, поставим Е. Это мы уже с вами решили. И давайте прочитаем, что у нас тут осталось. У нас осталось 17. Zara ist Studentin. Здесь это нам явно не подходит. И 14. Frau Scheidt ist das Familienhaus zu groß und sie möchtet es vermieten. То есть некая Frau Scheidt, которая хочет сдать в аренду свой дом. Ага. Ну, здесь у нас про ремонт вообще не подходит. По сути, единственное, что нам осталось, и что чисто теоретически может очень даже хорошо подойти к F, это вот как раз наш 14-й номер. Поэтому я бы написал сюда F пока. Вот так вот. F. А туда бы написал... Опять какая-то стрёмная F получилась. Что ты будешь делать? Ну, что поделаешь. А туда мы напишем 14. Итак. Окей. Супер. Замечательно. Пишем здесь 14. И читаем следующее объявление. Studentenzimmer in Wohnheim in München zu vermitteln. Ага. Ком-то для студентов. Но это прям совсем как-то очевидно. И здесь у нас München. Посмотрим внимательно, что у нас здесь в 17-м номере. Studentin. Ein Zimmer. Тоже München. Всё. Здесь даже думать особо не надо. Это однозначно у нас будет... Там какая буква была? Я уже забыл. Так-так-так-так-так. Это у нас была буква G. Так, отлично. Буква G. И учтите, в немецком алфавите это не G, а именно G. G, F. Вот так вот читается. Так. И что же у нас осталось? Смотрите. В принципе, мы везде поставили наши буковки. Вот здесь у нас был вопрос. Либо A, либо C. Но поскольку C сюда хорошо подходит, я думаю, что здесь уже вопрос решен. И вот это вот мы просто уберем. Неотвечно. У нас остался только первый номер, где человек хочет, чтобы ему сделали ремонт. И давайте внимательно, но при этом довольно быстро проскочим, просмотрим все остальные. У нас здесь, по сути, три объявления осталось. Если здесь где-нибудь о ремонте. Генießen Sie Ihren Lebensabend, bla-bla-bla-bla-bla, Apartments. Нигде про Реновierung ничего нет. ВОНЕ, ВОНЕРЛЕБНИС. Eigenheim in Traumlager am Zulmsee. Окей, окей, окей. Тоже ничего про Реновierung. И вот это вот Werbefachmann sucht büroräume, цирка 60 квадратметр. Тоже ничего про Реновierung у нас нет. Поэтому мы все внимательно объявления просмотрели. И нигде ничего про ремонт нет. Поэтому я думаю, что именно сюда мы однозначно поставим вот этот вот ноль. То есть ничего не подходит, который нам нужно куда-то допоставить. Окей, ставим ноль. Итак, смотрим, все ли мы подобрали. Вроде как все. У нас получилось что? 0, F, A, D, G, E, C. Открываем ответы. И смотрим, что у нас здесь. 0, F, A, D, G, E, C. Вроде совпадает. 0, F, A, D, G, E, C. Все отлично. Вот мы с вами и сделали это задание. Я надеюсь, что видео было интересным и полезным. Если так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вы учите немецкий язык. Про свой курс подготовки к части Sprechen уровня B1 я уже вам рассказал. И второе, что я хочу вам обязательно сказать, это про сайт italki.com, где вы сможете, если захотите, найти себе носитель языка преподавателя по абсолютно адекватной цене, чтобы заниматься с ним и повысить свой уровень немецкого, вывести его действительно на небывалую высоту. Потому что, мне кажется, с носителем заниматься очень и очень нужно и важно. Но если у вас пока не тот уровень и вы пока немножко стесняетесь с носителем заниматься, то можете найти на итоге и мой профиль. Все ссылки, конечно же, в описании к видео. И последнее, что я вам здесь скажу. Если вы по моей ссылке зарегистрируетесь на italki и потом внесете сумму больше, чем на 20 долларов туда, то по идее, да, ну на самом деле так оно и есть, конечно, то вы получите 10 долларов в подарок, потому что вот так вот по моей реферальной ссылке зарегистрировались. И поддерживаете таким образом еще и мой канал. В общем, все от этого только выигрывают. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. И до скорых встреч. Auf Wiedersehen. Tschüss. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok